В Ухте стартовал пулятлон международного уровня. С 30 марта по 2 апреля в городе проходит заключительный четвертый этап Кубка Мира. Предыдущие состоялись в Белоруссии, Казахстане и Эстонии. Помимо традиционных участников из европейских стран, на первенство приехали также представители Ганны и Эфиопии. Интерес к соревнованию высок, ведь оно позволит спортсменам получить спортивные звания вплоть до мастера спорта международного класса. Ход подготовки к состязаниям лично оценил министр физической культуры и спорта КОМИ Николай Бережной. Так, спортсмены размечены в профилактории Крахаль. Для всех организовано питание. До мест проведения соревнований курсируют специальные автобусы. Стрельба и силовая гимнастика в спортивном комплексе «Буревестник» пройдут в разные дни. А в заключительный день международное соревнование примет лыжная база «Сияние севера» в поселке Шудояк. В Ухтинском доме молодежи под патронажем Совета ветеранов и Управления культуры прошел фестиваль военно-патриотической песни. В нем приняли участие представители первичных и клубных ветеранских организаций, а также национально-культурных автономий украинцев, белорусов, татар и башкиров. Приурочили же празднество к 72-й годовщине Победы и 50-летию ветеранского движения. Бокальное мастерство участников оценил и Константин Куратов. Вроде и все слова песен, традиционно исполняющихся на празднике в честь Дня Победы, давно знакомы, но слушаются они сейчас, как в первый раз. Все потому, что на нынешнем концерте часть номеров исполняют в том числе и сами ветераны, искренне и от души. ПЕСНЯ 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 с золотым фондом нашей культуры, нашей нации. Это наша история, и это не прошлое. Это именно история, которая позволяет нам сегодня оставаться россиянами, людьми с большой историей и с большим потенциалом прошлого. Ну, не прошлого, это вот именно история, потому что они сегодняшние, они здесь есть. И очень жаль, что сегодня в зале нет молодежи. Я понимаю, наверное, что это немножко мероприятие, где в основном участвуют пенсионеры и ветераны. Но нельзя прерывать связь поколения. Едва сдерживая слезы, участники подтверждают, года в этом деле не главное. Не только любви, но и таланту все возрасты покорны. Константин Куратов, Андрей Пахомов, Олег Белькеев, телеканал Юрган Ухта. А тем временем в соседнем Сосногорском районе продолжается эстафета «Знамя Победы». Да, 9 мая копия легендарного знамени побывает во всех образовательных учреждениях района. Напомним, старт всероссийской патриотической эстафете дали в рамках патриотического сбора «Отчизны верные сыны». Первой копию знамени Победы приняла сосногорская школа номер один. Шага, марш! И вот теперь копию знамени принял Соснокорский технологический техникум на торжественной линейке студенты, преподаватели и, конечно же, ветераны. Непосредственный участник Великой Отечественной, Михаил Саракваша, отмечает, что он всегда с большим удовольствием встречается с молодежью, чтобы рассказать ей о том, как наша страна пришла к победе. И вот Рейстаг появился на горизонте. Но до Рейстага шли еще полмесяца. И командующий 5-й ударной армией 1-го Белорусского фронта издал указание. Дивизия, полк и батальон, чьи войска вступят в Рейстаг и поднимут знамя Победы над Рейстагом, будет приставлены к званию Героя Советского Союза. Дивизии Шумилова предложили сделать 3 знамени, потому что 3 полка было, и вручили знамя дивизионное, которое сейчас есть. Это копия Идритской дивизии. Знамя Победы – самый главный и узнаваемый символ подвига нашего народа. После технологического техникума оно отправится в следующее образовательное учреждение района. В Ухтинской начальной школе номер один выявляли юных эрудитов. Там впервые прошла интеллектуальная игра для первоклассников и воспитанников подготовительных групп детских садов. О том, как показали себя потенциальные юные гении, расскажет Виктория Науменко. Кто такие эрудиты? Эти малыши уже знают. Это они сами. Причем они на деле готовы уже это доказать. В интеллектуальной игре для самых маленьких сошлись 4 команды. У каждой свое название, внешняя атрибутика и старательно заученный девиз. Задавайте нам вопросы, знатоки нам все ответят. Как на море мы матросы, не страшны нам штормы ветер. В каждой команде по двое первоклассников и дошкалят. Малыши проявляют себя в самых разных областях знаний. Математика, грамматика, природоведение. Для каждого возраста свой уровень сложности. Давай мы с тобой посмотри на пословице и ты вспомнишь, как называются эти пословицы. Это знаешь, что мы за предметик? Да, хорошо. Теперь здесь рисуем, тоже мы с тобой, кружочков только, только в двух двух словах. Сегодня характерная черта новой системы образования – непрерывность. То есть развитие ребенка идет по принципу преемственности от дошкольного до студенческого возраста. В Ухтинской начальной школе сад номер один такой метод активно внедряется. Во многом благодаря ресурсному центру. Его руководитель Галина Майорова рассказывает, охват молодежи различными интеллектуальными играми в Ухте велик, но возрастная группа дошкольников и первоклассников до сегодняшнего дня оставалась в этом плане обделенной. Игра эрудит, попытка привлечь к интеллектуальным конкурсам и малышей. У нас в сентябре возникла идея, что необходимо нам в рамках как раз преемственности провести такую игру. В декабре месяце состоялось первое заседание творческой группы педагогов дошкольного образования, начального общего образования, и мы разработали интеллектуальный вывод. В представленных учебных заведениях уже прошли свои внутренние этапы игры. И вот теперь в стенах Ухтинской начальнице школы сада собрались ребята уже знакомые с процессом интеллектуального марафона. А на какие темы, какие у нас станции? Ну ладно, АБВГД, калейдоскоп, мир вокруг нас и цифроград. А какая вам больше всего понравилась? Мне все понравилось. Мне тоже все. Для меня были некоторые сложными задания, а для меня нет ни одного. В планах у педагогов охватить этой игрой все, без исключения детские сады и школы города. А потому здесь решено проводить интеллектуальный марафон три раза в год. Успешное начало положено, а значит игра эрудит вполне может стать доброй традицией. Виктория Науменко, Олег Белькеев, телеканал Юрген, Ухта. Ухтинский активист Евгений Грох, известный по своей серии интервью с непосредственными участниками Великой Отечественной войны, выпустил новое видео. И на этот раз на другую тематику. Главным действующим лицом его новой работы стала чумработница Павла Николаевна Литкова. Как отметил сам автор, она замечательный рассказчик, а потому повествование из ее уста о жизни оленеводов наверняка мало кого оставит равнодушным. В Иркутинский район, недалеко от станции Ашвор, именно здесь в эти дни пока еще стоит стадо, в котором уже много лет работает чумработница и Павла Литкова. Сама она дочь потомственных оленеводов. Все ее раннее детство прошло здесь, на бескрайних просторах. Родные места она покидала лишь раз, на период учебы. Но и тогда зов природы был слишком велик. Я даже в школе всегда думала, как там меняется природа, и что там случается, а мы здесь находимся, сидим тут на уроках, учим чего-то. И когда я в тундру приехала, я уже поняла, что это мое место. И вот уже сколько лет никогда не жалела, что я сюда приехала. В родные места, забросив швеи на училище, она вернулась в 87-м. С тех пор вся ее жизнь кочевая. Уклад непростой, не каждый выдержит. Тем более, что и об удобствах здесь можно только разве что мечтать. Кочевать стадо начинает с конца апреля. Неделю занимает путь до места, где начинается Атиул. Там месяц отдыха и снова в путь. Кочевка на летние места в сторону Карского моря. Около 20 дней мы кочуем каждый день. Это каждый день мы разбираем чум, каждый день мы его собираем и едем, по несколько километров проезжаем. По пути просчет оленей. Малыши клеймят, взрослым ставят прививки. Обратный путь начинается в начале августа. Также, не спеша, огромное стадо движется на зимние пастбища. Только издовых голов 350, а всего оленей почти 4 тысячи. Впрочем, на свой нелегкий труд здесь не жалуются. Ставят пример воркутинских горняков. И глубоко скорбят по погибшим на Северной. Знаете, я даже пошла на улицу за снегом. Я набираю снег, и мне кажется, где-то под землей люди есть. А я стою здесь на земле. Я смотрю, я могу работать, я могу дышать, и мне не страшно. Пусть будет вода, я ее перейду. Пусть будет пурга, я переживу. А люди работают под землей. Мы преклоняемся перед трудом наших шахтеров, потому что на них все это держится, воркута держится. Мы как подсобное хозяйство, да. Без оленеводов, может, можно прожить, но без шахтеров воркута не проживет, действительно. Сам уклад оленеводов мало чем отличается от того, каким он был десятилетия назад. Женщины все так же ходят в национальных костюмах. Малятся, пимы, выкройки этих предметов придаются из поколения в поколение. И так же носятся. Вот и дети Павлы, а их у нее семеро, с гордостью надевают традиционные одежды. От родителей молодому поколению придается и любовь к самим оленям. Здесь подчеркивают, сахаты для них не столько источник финансов, прежде всего это друзья. А потому и сердце болит за каждого. И надвигающаяся урбанизация страшит. И Важенка идет с малышом своим новорожденным, маленьким, у которого ножки трясутся, она переходит через эти дороги. Проходит, потому что ее путь идет через дороги. Раньше этих дорог не было. Она знала каждый раз свой путь и каждый год водила своих малышей. А в этом году уже получается, что ей, например, приходится проходить эти места. Техническая грязь оседает на оленятых. Матери теряют своих детей. Но пастухи делают все для того, чтобы стадо осталось целым, а животные не пострадали. В нечеловеческих условиях у этих людей, пожалуй, самое человечное отношение к природе и всему живому. Родственник мне сказал, сказала, ты счастливый человек, ты с отпуска торопишься на работу, ты скучаешь. А я не хочу на работу, но мне надо, потому что мне надо кормить семью. Я не люблю свою работу. Я говорю, найди работу ту, которая тебе будет нравиться. Он говорит, ну если где мне нравится, там мало платят. Я говорю, да мне тоже мало платят, но почему-то я все равно ее люблю. Любовь Лапина, Евгений Грох, телеканал Юрган. И это все новости к этому часу. Смотрите выпуски также на сайте телеканала юрган.рф. Всего доброго и увидимся.